Никто из старожилов Чувашии не припомнит такого природного катаклизма. Похоже, ничего подобного у нас не было за всю историю метеонаблюдений. Серебряный лес, хрустальный сад и прочие метафоры жители села, мягко говоря, раздражают. Любоваться пейзажами им некогда, к тому же вся эта красота влетает в копеечку. На Курмышской молочно-товарной ферме 350 коров. В пятницу вечером из-за аварии на линии электропередачи дойку пришлось пропустить. В субботу в коровник боялись войти. Буренки ревели и разносили стоило. Общими усилиями утреннюю дойку провели. Коров доели очень тяжело, руками. Всех женщин собрали, руками все доели. А потом вот генераторы привезли. И то очень хорошую помощь по группе, вот так отдельно доели все-таки. И свиней кормить тоже у нас комбикорм. Сами заготавливаем по размолу зерна. Тяжело было вот сразу и там электричество нужно, и здесь нужно. Разумеется, надои резко сократились. Только на молоке хозяйство теряет 20 тысяч рублей в день. Сейчас ферма питается от генератора. Уже сожгли больше двух тонн горючего. А как перенесут стресс коровы и их соседи со свинофермы, станет известно позже. Так что убытки еще возможны. В самом учхозе света пока нет. Но в остальные деревни Синял-Покровского сельского поселения цивилизация вернулась буквально на наших глазах. Аварии ликвидировали всем миром. В обычном режиме пройдут завтра занятия в Синял-Покровской школе. И не только в ней восстановлено энергоснабжение всех образовательных учреждений Чебоксарского района. И если с утра обесточенными оставались свыше ста населенных пунктов, к вечеру их было около 60. Хорошо, что оказали помощь вовремя подоспевшие регионы, которые приехали со своими генераторами. И вот только после этого у нас началась работа. География помощи весь Приволжский округ. Энергетики из Оренбурга ночь провели в дороге, а утром уже отправились на объект. А куда деваться, если у людей беда? То есть, как бы, помогать нужно.